Привет, друзья! С вами Саня, вы на канале АЮРУ. И вот этот след на переносе означает, что я уже целый час тут стою в очках, тестю линейные антенны. Это линейный V-Dipol и обычный Dipol, который в комплекте идет с передатчиком E-Chain. У меня 400 милливаттный передован, и я просто одним и тем же маршрутом вдаль, на законной маленькой высоте, 120 метров, даже там ниже, летел и тестил, как далеко можно улететь на линейных антеннах. И я, честно говоря, охренел. Так что поставьте сразу же лайк, напишите какой-нибудь комментарий, а потом после просмотра можете еще что-нибудь написать. Переходим непосредственно к полету. Первая попытка полета у меня вдаль на стоковом Dipol. Это вот штыречек, который в комплекте идет с передатчиком. Напомню, передатчики E-Chain 400 милливатт, ссылочки я оставлю в описании. Там есть две версии. Одна чуть подешевле, другая подороже. Подороже та, что с микрофончиком, более новая. Но работает абсолютно одинаково. И смотрите, часто продается она за 20 баксов. Но красная цена ему там 13, что-то такое, или 14, или 12 бывает баксов. Бывает по 9 даже по акции, поэтому добавляем в корзину, пусть лежит. А там как, если вдруг он дорого. А как цена снизилась, можно брать. Погода хорошая. Небольшой встречный ветер. Нашел новую прикольную локацию, где можно пулять далеко. И вроде как далеко вообще от всех и вся. И чисто в полях, мало населенных пунктов. Обращаю внимание, что я лечу достаточно низко. И я буду стараться не превышать 120 метров. И сейчас пытаюсь лететь вообще на высоте 40 с копейками метров. Я буду немножко ускорять, чтобы мы тут 2 часа с вами не сидели, не смотрели эту всю нудную фигню. Потому что летал я, блин, больше часа туда-обратно, туда-обратно. Я затестил 2 антенны. Вот эту и еще V-Dipole. Рядом тусили какие-то охотники. Блин, и у меня во время полета прям над головой шарахнули с дробаша. Полетела во все стороны дробь рикошетом. Короче, не очень прикольно. И вот я долетел до первого, видно, перегиба местности. Когда чуть-чуть деревья, которые между мной и самолем, начали немножко перекрывать радиосигнал. Стала ухудшаться картинка. И я набрал высоты немножко. Хочу заметить, что я лечу с двумя антеннами. Патч на 14 dBi. И он стоит вообще каких-то фантастически мало денег. Что-то около 9 долларов. И обычная сосиска. Сосиска Amwaves, которая была в комплекте с приемником. И я часто прикрывал рукой патч, чтобы посмотреть, как ловит сосиска. И реально можно до 5 километров летать на таком сетапе. Но, конечно же, лететь далеко. Нужен патч. Поэтому, естественно, использовался и патч тоже. Патч, он очень узконаправленный. И когда ты чуть-чуть отворачиваешься в сторону, начинает включаться сосиска. И, ну, диверсти переключает. И получается, как бы на небольшом расстоянии кажется, что фиговая связь. Потому что постоянно переключается на сосиску. Патчам точно как бы прицелиться плохо. Потому что, ну, сосиска тоже, как бы, достаточно направленная. У нее же не шарообразная такая, как бы, сфера зоны приема. А именно такой более приплюснутый блин. И она хорошо, как бы, тоже вдаль работает. И вообще принцип полета на линейных антеннах. Вообще, я думаю, что линейные антенны, они больше созданы для дальних полетов, когда у вас модель не наклонена. Потому что энергия передатчика расходуется не во все стороны. Вверх, вниз, там, как вот, если у вас клевер, там, какой-то, или погода, или, там, ну, любая, там, круговая поляризация антенна, имеющая шарообразную такую диаграмму направленности. То диаграмма направленности у Диполя, она очень приплюснута. Это, как бы, считайте, такой блин в пространстве, который передает картинку во все стороны вокруг себя, но почти не передает ее вверх и вниз. Соответственно, когда вы летите в наклоне, может ухудшаться картинка, либо там даже пропадать. Но для дальних полетов Диполь теоретически намного лучше. И вот практически мы получили очень интересный результат. Сейчас посмотрим дальше. Я буду ускорять, конечно, скучные всякие моменты. И хочу сказать, что уже 4 километра дальность, 4+, и картинка достаточно устойчивая. Еще вот многие говорят, что вот смотрю запись там DVR, куча помех. На самом деле на записи все выглядит не так, как вы видите в очках. Это всегда большая разница. И когда вы смотрите примеры записи, например, курсовой камеры, хотите понять, как она снимает, хотите понять, какой уровень помех, как оно ощущается в очках и как оно выглядит на DVR, это абсолютно разные картинки. К помехам, которые видите в очках, добавляются обязательно артефакты сжатия, потому что помехи очень тяжело закодировать. Это очень много информации. И поэтому всегда DVR будет выглядеть сильно хуже, сильно больше будет казаться помех именно из-за артефактов сжатия, из-за того, что алгоритмы там как бы добавляют вот этих шакалов, и получается как бы хрень. Поэтому в очках картинка намного лучше. Летать, смотреть в очки очень комфортно. Я скажу, что дальность здесь уже 6 километров там с копейками, и картинка прям вообще отличная. Лететь и смотреть в очки очень прикольно, хотя вот на DVR, конечно, запись такая першит и много помех. И подбираемся постепенно к 8 километрам. Обычная моя дальность, с которой я комфортно летаю на огромном вот этом 150-миллиметровом патче на круговой поляризации, это где-то 7-8 километров, и дальше уже прям все очень плохо. Ну, если поставить хороший приемник, или там, например, Фоксировский этот приемник, либо отдельный приемник, там АМВ у меня есть, или там еще Скайзоновский есть такой, с одной антенкой, не Diversity, вот он вообще суперский приемник, и с ним, конечно, можно улететь в два раза дальше, но вот именно по очкам комфортная такая дальность, когда уже надо сильно целиться там, вот когда уже становится неудобно лететь, это примерно там 7-8 километров с такой хорошей стабильной картинки. Подбираемся уже где-то вот к пределу работы сигнала, то есть у нас уже помехи такие вообще нелетабельные, но я поставил себе цель так психологически долететь до 10 километров, во что бы то ни стало. Так, конечно, не надо делать, но я уверен был точно, что возврат все сработает. Я обращаю внимание, что я лечу на ВСТе чуть больше 100 метров. Это к вопросу тем, кто говорит, что далеко летать, надо там набирать какие-то нереальные километры, это все бред, ребята. Надо просто, чтобы у вас была прямая видимость. И вот совсем, вы видите, стала фиговенькая картинка, и где-то здесь я уже принимаю решение развернуться. На самом деле не стоит так делать и лететь именно вообще на все деньги, и вообще нужно время от времени делать кружочек, чтобы понимать, как у вас вообще обстоят дела с сигналом под разными углами, когда вы в наклоне, когда вы летите носом к себе. И вот я делаю поворот, обращаю внимание, что пропадает сигнал в повороте, в наклоне в сильном, но не смертельно. И, в принципе, повернувшись обратно, картинка летабельная, то есть как-то можно рассмотреть, то есть она не пропадает совсем, и антенна направлена более-менее одинаково во все стороны, что вперед, что назад. Даже вот сейчас, мне кажется, чуть получше картинка, ну, может, яркость картинки из-за солнца немножко увеличивает сигнал, ну, как бы, кстати, очень красиво вообще, и прикольные поля такие зрелищные, вообще локация мне нравится, можно летать далеко, и, как бы, относительно низко, не надо набирать какую-то огромную высоту. Все, я сейчас быстренько ускорю, мы возвращаемся домой, и ставлю уже V-антенну, ставлю V-антенну, направленную хвостом назад, чтобы у нас, ну, теоретический сигнал был лучше, когда мы летим вперед, и, наверное, он будет хуже, когда мы будем лететь назад. Очень повезло с погодой вообще, что такой прикольный, легенький, где-то 15-20 км в час ветер, и по ветру, конечно, возвращаюсь уже домой достаточно быстро, то есть туда мы летели, скорость была в районе 30 км в час, сейчас около 50, что здорово, и у меня нет амперметра, поэтому меряю ток на глаз, чисто ориентируюсь по вольтам, и у меня вот этот НОКС-полетник, он прям вообще очень крутой, я не нарадуюсь, блин, за 15 долларов, это сделка века. Захожу на посадку, конечно, по ветру, ну, ничего страшного, Дарт довольно крепкий, самаль, и вы видите, что 10 км максимальная дальность, и 100, чуть больше 100 метров, 111 была максимальная высота. Переставил антенну, и запускаю теперь с V-диполем, диполь у меня направлен обратно, то есть назад, и как бы максимальный уровень сигнала будет именно по пути от себя, и посмотрим, как это работает. Для кого, может, интересно, как повторить свой маршрут, я смотрю просто по курсу в градусах, он у меня посредине экрана, вверху, и придерживаю примерно курс в районе 140 градусов, в моем случае, чтобы прилететь примерно одним и тем же маршрутом, ну, и поглядываю на ориентиры. Вот сейчас я долечу до первой такой чекпоинта, до первой точки, где я набираю высоту, потому что здесь у меня в прошлый раз тоже ухудшилась картинка, здесь тоже стало что-то сыпаться, я немножко добрал высоты, и лечу дальше. Немножко другой характер помех, вот с этой антенной на передаче, и вообще картинка, даже цветопередача и цвет помех часто зависит вообще от конструкции антенны, и иногда вот даже цветовые какие-то шумы пропадают, если поставить какую-то хорошо настроенную или какой-то особой конструкции антенны, например, круговые антенны от Video Aerial Systems, I Be Crazy, которые делают, вот они прям вообще очень прикольно передают картинку, но они, зараза, конечно, дорогие, но мы, конечно, сейчас про диполи, и летим на диполях и смотрим. У меня там были какие-то страшные помехи, это я просто что-то перекладывал там очки, закрывал иногда там патч рукой, чтобы посмотреть, как принимается сиска, чтобы сравнить чисто. Вот, мы видим, что сейчас дальность уже неплохая такая, то есть я подбираюсь уже к месту, где у меня пропадала связь в прошлый раз, это уже тут километров 6 с копейками, но картинка довольно стабильная. Повторю, что в очках как бы этих всех шумов, которые видите на двер, их, ну, не так видно, не так заметно, это все артефакты кодирования. 10 километров, и здесь у меня пропала картинка в прошлый раз, практически полностью, и тут она тоже начала немножко сыпаться, я решил по чуть-чуть добавлять высоту. В итоге там поднялся что-то в районе там до 150 метров, и вот мы до такого водоема все-таки добрались, но картинка ухудшается, и можно, конечно, еще было пробовать набирать высоту, потому что, скорее всего, это мешало рельеф, но я решил, что, наверное, хватит, потому что и темнело, мне нечего возвращаться, оно было далеко, и все-таки уже не очень устойчиво изображение было, и я точно знал, что в виде поля в обратную сторону работает похуже, так что сейчас мы проверим, насколько похуже он работает. И вообще, когда вы далеко так летаете, особенно в незнакомой местности, как вот я сейчас, то просто посмотрите Google снимки с спутника, чтобы представлять примерно, что вас ждет, какая там будет картинка, какие-то всякие озера, там населенные пункты, то, что может вам помочь потом вернуться, сориентироваться, если у вас что-нибудь там откажет, чтобы вы просто представляли, где вы. Я же ориентировался там по знакомой дороге, справа там шоссе, и вот я поворачиваю, и когда лечу боком, еще все более-менее нормально, но когда я поворачиваюсь уже обратной стороной в виде поля к себе, то все, все пропадает, и это и есть недостаток V-antenn, они очень направлены в одну сторону, и очень фигово работают в другую, то есть мы получаем небольшое преимущество в одну сторону, теряя энергию по направлению в другую сторону, вот как-то так, и поэтому я думаю, что все-таки такой линейный, обычный диполь намного будет эффективней и практичней, можно даже какие-то самодельные делать диполи, в общем, я сейчас все это быстренько ускорю, и посмотрим, когда же связь восстановится. Немножечко я не подрасчитал время, и уже, конечно, очень сильно темнело, и вот в этот момент я решил там подзаписать еще немножко видос. Видите, что картинка иногда появляется, но она не очень устойчивая, очень тяжело поймать ее патчем, поэтому я, в принципе, как бы не особо там старался, искал вот время от времени, и на расстоянии там где-то с 7 километров потихоньку начинает что-то появляться, и уже можно как-то там было бы держать и управлять, но, блин, устойчиво ее назвать нельзя, и реально как бы уже летабельная картинка где-то с 4 километров получается, и, ну, короче, это не очень рабочий такой вариант. Короче, я думаю, что обычный диполь, который в комплекте идет, и огроменный вот такой 14-децибельный патч дешманский, это хороший варик, летать далеко на самолете. На кваде, конечно же, не очень, наверное, потому что все-таки наклоны квада, ну, либо это как-то надо учитывать, но на самолете реально можно улететь достаточно далеко. почти 12 километров и высота была 168 метров, я считаю, отличный результат. Спасибо за просмотр, спасибо за ваши FPV лайки, вообще спасибо за поддержку, комментарии читаю, прям чувствую, что не зря для вас тут стараюсь, не зря мозоли на переносице тут зарабатываю. Напишите одобрительный комментарий, поставьте свой жирный FPV лайк, не забудьте, что есть телеграм-канал, если кто еще не подписан, там много всякого интересного. Все сделаю, всех обнимаю, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok